Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я не номер 552, который жил в Гуантанамо. Сегодня я Фаиз Мухаммад Аль-Кандари. И я расскажу вам правду о том, как я жил в Гуантанамо 14 лет. Я улыбнулся и сказал «Но я не верю, что США будут сохранять свою власть это долгое, долгое, долгое время». Это их сильно разозлило и стало одной из причин, почему они решили долго не выпускать меня на свободу. Я осознавал это, понимал, что эти слова могут мне навредить, но, на самом деле, в душе я чувствовал счастье. Я радовался тому, что, находясь в этом тяжелом положении, заставил притеснителя услышать слова истины, которые ему не понравились. Я и не надеялся, что этот вопрос можно решить через справедливый суд или что-то такое. У меня абсолютно не было на это никакой надежды. Но я чувствовал внутреннюю уверенность в том, что успех этого дела кроется в поддержке нашего общества, в том, что нас поддержат улицы, СМИ, народ, политики, депутаты и также правительство. И, честно скажу, реакция людей была очень ценной. Кувейтцам нравится говорить, что было бы, если бы все произошло наоборот. Что было бы, если бы у нас было два американца, которых мы культурно допросили бы и поместили бы в тюрьму на острове за пределами Кувейта. Интересно, что бы сделали американцы? Были бы они довольны таким положением после десяти лет бездействия? Когда десять узников вышли, остались только Фаизы и Фаузи. Абу Фаиз, да помиловать его Аллах, поручил мне и доктору Мухаммаду Талибу представлять Фаиза в комитете родственников. С другой стороны, там был Фаузи, которого представлял его отец. Периодически мы встречались с Абу Фаузи и Абдурахманом Аль-Харуном и американскими адвокатами. Ответственность, которую возложил на меня Абу Фаиз, была для меня тяжелой, как гора. Я ощущал, что мы из нашей семьи ответственны за возвращение Фаиза, что я несу на себе это обязательство. И я воспринимал это как нечто очень большое. Брат Абу Фаузи, Халид Аль-Руда, взаимодействовал с государственной стороной. А наше дело было привести в движение организации по правам человека. Мы ходили по всем ведомствам и ознакомляли их с делом Фаиза. И, честно говоря, реакция на него была хорошей. И хотя с нами взаимодействовали члены парламента, все общество также отреагировало на вопрос Фаиза. На основании того, что этот человек, сын Кувейта, был заключен без суда и следствия, и на тот момент, возможно, прошло уже восемь-девять лет после его задержания, и все это время он не представал перед судом. Мы начали идею протестов, проводили сидячие демонстрации и пикеты у американского посольства. Конечно, народ нас очень поддержал. В особенности нас поддерживали братья из парламента. Когда я говорил, вначале кувейтское правительство в лице Министерства иностранных дел двигалось с каким-то смущением. Но потом, увидев реакцию народа, оно тоже пошло вперед. Эти фотографии показывают акции протеста против существования Гуантанамы, в которых люди требуют закрыть гуантанамскую тюрьму как можно быстрее. В числе этих акций были различные протесты, пикеты и демонстрации, которые происходили внутри самой Америки, в Европе и, естественно, в арабских и исламских странах. Но что меня особенно укрепило, это то, что были люди, требовавшие закрытия Гуантанамо, несмотря на то, что сами они были американцами. Да, конечно, их было очень мало, несущественное число, может, всего 200 человек или максимум 300. Но это, по сути, показывало, что ты не можешь выносить вердикт всему народу. Все равно во всех народах мира остаются люди, которые переживают за гуманитарные вопросы. Я чувствую гордость за кувейтский народ. Я действительно ощущал, что каждый кувейтец – неважно, суннит он, шиит, бедуин, оседлый – все они горячо отреагировали и устремились к тому, чтобы вытащить из заточения в Гуантанамо последнего своего соотечественника. Как проходили акции протеста? После протестов дядя Абу Фаиз, да помилует его Аллах, всегда спрашивал, что ты думаешь о протестах? Я знаю, что он спрашивал многих людей, что ты думаешь о пикетах, о протестах, как они прошли, как, думаешь, есть надежда? Оказал ли он на американцев какое-то давление? Он так задавал эти вопросы, что ты бы побоялся ответить словами, которые бы могли его расстроить. Насчет наших усилий в Кувейте мы видели, что кувейтцы начали озвучивать свои требования более напористо. Но они еще не поднялись на тот уровень, когда были бы готовы к объявлению каких-либо последствий для США в ответ на их отказ вернуть этих двух кувейтских граждан своему, возможно, самому сильному союзнику в регионе залива. Наши посещения в тюрьме происходили примерно раз в 3-4 месяца. Как организовывались встречи с Фаизом? Они устанавливали для нас определенное время, 2-3 часа, и мы делили его на две части. Встреча с Фаизом и встреча с Фаузи, естественно, с каждым по отдельности. Мы встречаемся с Фаузи, заканчиваем с ним в течение 2-3 часов, потом приходит Фаиз, и мы сидим с ним. Первым делом мы справлялись об их делах, о положении в лагере, о том, что им нужно. Также мы давали им некоторые рекомендации относительно того, как вести себя в тюрьме. Кстати, каждый раз, когда мы спрашивали о Фаузе и Фаизе, ответственные за тюрьму лица всегда хвалили их за то, как они ведут себя с военными, которые там находились, и надзирателями. Правительство и народ сплотились в этом вопросе. Мы преуспели в этом в какой-то степени. И с самого начала я с Абу Фаузи договорился, что мы должны уменьшить политическую составляющую. То есть, чтобы не было так, что каждый раз приходили депутаты и берут вопросы на себя, как мы собирались сделать в самом начале. Но я посчитал, что это приведет к полной политизации проблемы. И, как следствие, это станет политическим вопросом. Но, в первую очередь, это был гуманитарный вопрос. И мы обязаны были отдалить его от политической борьбы. И, думаю, мы в какой-то степени преуспели в этом вопросе. Во многих местах проводились ярмарки, демонстрации и так далее. Например, у нас тут рядом американское посольство. И перед ним мы провели несколько таких действенных мероприятий. Некоторые люди считают, что это ни на что не влияет. Нет, оно влияет. Но влияет так, как ты не видишь. На торгах. И когда мы напрямую связываемся с американской стороной, мы хорошо знаем, что подобные вещи влияют. А если просто молчать, то, естественно, мы не сможем ни на что повлиять. Знаете, в ноябре мы увидели серьезные акции. Мы увидели более тысячи людей, которые пришли к американскому посольству, чтобы выразить свое негодование всем, что произошло. Это был первый раз в истории Кувейта, когда такое число людей пришло к американскому посольству. Причем там были несколько сотен женщин, и исламские ученые, и члены правительства, и другие. Честно говоря, я как-то раз присел к Абдулле, младшему брату Фаиза, и сказал, люди побоятся прийти к американскому посольству. Люди скажут, мы можем оказаться там под наблюдением. И люди придут не со всех категорий общества. Но мы обнаружили, что пришли люди самых разных взглядов, с самыми разными диалогиями и направлениями, потому что это был гуманитарный призыв о справедливом суде. Большое число людей вышло на эти акции протеста, и СМИ, особенно газеты, всегда интенсивно освещали эти события. Люди получили положительный импульс от этих акций. И я считаю, что они повлияли и на американцев. Когда видят, что такое количество людей встают у посольства и требуют отпустить кувейтских заключенных, я считаю, это послание дошло до американского правительства, которое поняло, что есть взаимодействие со стороны народа, а не только кувейтского правительства. В феврале мы видели заседание парламента в Кувейте, на котором был затронут вопрос Гуантанамо, что мы можем сделать больше для разрешения проблемы. В феврале этого года парламент осудил США на голосовании, и все 50 членов парламента потребовали пять вещей. Одной из этих вещей стало требование срочно вернуть сынов Кувейта, которые подвергались пыткам обратно в Кувейт. Они не просили, чтобы суд провели военные трибуналы на Кубе. Нет. Они сказали, что спустя 10 лет вы потеряли ваше право судить наших детей. Верните их, и их будут судить кувейтские суды, если вы считаете, что есть доказательство их вины. Отец Фаеза, да помилуй его Аллах, ходил на эти сидящие демонстрации. Они проходили в полдень перед американским посольством. Абу Фаузи и Абу Фаез, да пребудет над ними милость Аллаха, сидели впереди перед американским посольством после молитвы Зухур. Все эти акции должны были просто оказать давление. Но, клянусь Аллахом, я словно вижу дядю, да помилуй его Аллах, который шел туда, несмотря на жару, и ощущал, что есть дело, которое я обязательно должен сделать. Это освобождение моего сына. После 2013 года пошло очень сильное движение вперед, пока не дошло до того, что кувейтское правительство отправляло делегацию, состоящую из трех человек. Там был человек из службы безопасности, психолог и религиозный шейх, чтобы убедить американцев, что у нас под контролем все эти три сферы. И мы можем выполнить все ваши условия взамен на освобождение наших заключенных из Гуантанамо. Как проходили наши поездки из Кувейта в Гуантанамо? Мы летели из Кувейта в Нью-Йорк. Потом пересаживались на самолет в сторону Вашингтона. Летели из Вашингтона в Кубу. Примерно три с половиной часа. Потом нас забирал автобус, вез в тот небольшой порт. Мы садились в специальные транспортные средства морского десанта. Все путешествие от порта до тюрьмы занимало у нас около 20 минут. Действительно, в последние дни кувейская делегация. Я свидетельствую об этом перед Аллахом سبحانه وتعالى, поскольку Пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم говорит, «Тот, кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха». Это свидетельство не только от меня, но и от всех братьев, которые страдали вместе со мной в заточении, особенно в последние два года. Эта делегация приезжала постоянно. Они попросили у американского правительства разрешить им приезжать каждый месяц. Когда я говорю о ежемесячных посещениях в Гуантанамо, многие люди не осознают, что это означает. Это очень-очень утомительно. Каждый раз делегация спрашивала у моей семьи, будут ли они мне что-то отправлять. И да воздаст Аллах благом моей семье и делегации Кувейта. Мы привозили разные вещи. Какао, зубную пасту, бобы, разные виды фасоли. Они разрешали привозить продукты с зарегистрированными торговыми марками. Но они не передавали эти вещи лично заключенным. Как говорили ответственные лица, то, что мы привозили, помещалось в специальную тюремную столовую. И насколько я понял от слов Фаеза во время наших встреч, тем, что мы привозили, пользовались и другие заключенные. И те, другие заключенные, могли попросить у нас что-то привезти. А он просто записывал. Так что мы привозили все эти вещи. Это то, что я помню. Они привозили все, что нам нужно. Хотя это, конечно, было запрещено. Но на них оказывалось давление. Им постоянно выдвигались претензии, чтобы они уважали хотя бы элементарные человеческие права. И делегация привозила все, что нам было нужно, насколько это возможно. Естественно, большую часть себе забирали военные, а нам доставалась меньшая часть. Но даже это малое нам в Гуантанамо казалось чем-то большим. На самом деле была проделана большая работа. До такой степени большая, что все братья, которые были там со мной, честно говорили. Фаиз, усилия правительства твоей страны практически невозможно описать. Это слова всех братьев, которые были со мной в то время. Возвращаясь к решению американских судебных заседаний о том, чтобы оставить в заключении Фаиза и отпустить Фаузи. Когда до нас дошла эта весть, я даже не знал, как мне на нее отреагировать. Что сказать отцу Фаиза? Но он сам неожиданно мне позвонил, да помилуйте его Аллах. Он сказал, конечно, вначале мы друг друга поприветствовали. Я начал ему что-то неуверенно говорить, но он меня перебил. Я знаю, до меня дошла новость, что они отказались отпустить Фаиза. Но освободили Фаузи. Он сказал, хвала Аллаху, инша Аллах, Фаузи вернется к себе. Я сказал, они оба обязательно вернутся. Он ответил, инша Аллах. Потом он задал мне такой вопрос. Он спросил, «Мухаммад, есть ли надежда?» «Ты видишь надежду?» И я почувствовал в его словах что-то типа отчаяния. Таким образом он задал свой вопрос. И тон голоса был грустным и разочарованным. Я сказал, конечно, надежда есть. Это при том, что Абу Фаиз всегда говорил с большим оптимизмом. Но в тот день я почувствовал, как он расстроился из-за этой новости. В тюремном отсеке мы пытались сделать себе ежедневное расписание, в котором был бы спорт, уроки и нашиды. Уроки были по тафсиру, по фикху и общие наставления. А время для нашидов наступало ночью. В ночной атмосфере братья пели нашиды. Я до сих пор помню некоторые те нашиды. Это был один из выдающихся нашидов в Гуантанамо. Также… «Ночью мы пели нашиды». Каждый сидел в своей одиночной камере, и мы пели. Что касается фотографий с одеждой заключённого, то она у нас менялась раз в неделю. Ты отдаёшь им свою одежду, которую носил, и они выдают другую, постиранную. Но в ней было несколько проблем. Первая проблема, от которой мы страдали – это размер. Военные специально приносили тебе или что-то очень-очень большое, или слишком маленькое. Представь себе, что ты целую неделю страдаешь из-за слишком узких или широких штанов. Целую неделю придерживаешь штаны, чтобы они не упали. Вторая проблема, от которой мы страдали – они стирали одежду таким средством, которое вызывало аллергию и чесотку. Причём нам было запрещено полоскать одежду в раковине, которая стояла в камере. Конечно, воды в раковине было мало, но что мы делали? Ставили пробку в раковину и тайно полоскали в ней одежду. И в воде появлялось очень много пены. Но если бы нас увидел военный, он бы наказал нас за это. У многих братьев началась сильная аллергия, кожа начала шелушиться. Появились пятна на теле, которые остались на долгие годы. Так что из Гуантанамо они выходили с этими пятнами. Кто такой Мухаммад Сагир? Мухаммад Сагир – это пакистанский юноша, который был среди заключенных в Гуантанамо. Этого юношу очень сильно избили американские солдаты. И он получил серьезную травму головы, в результате чего потерял разум. Но этот юноша был удивительным. Естественно, в Гуантанамо его обследовали врачи, чтобы убедиться, действительно ли он лишился рассудка. И они обнаружили, что это действительно так. Но что было удивительным в Мухаммаде Сагире? Мы называли его Мухаммад Сагир, то есть Мухаммад маленький. Если можно так сказать, он был разумным, сумасшедшим, поразительным человеком. Иногда, когда он видел, как люди из подразделения по противодействию беспорядкам избивают какого-то брата рядом с ним, он восставал против них. Начинал читать такбиры и пытался как-то отомстить американским военным. Этого юношу перевели в камеру неподалеку от меня. Между нами была всего одна камера, в которой сидел брат. Наши камеры представляли собой одиночные клетки. Это было в первом лагере, насколько я помню. И я мог видеть братьев, которые находились рядом, вплоть до десяти камер. От шести до десяти камер справа и слева. Потому что стены представляли собой решетки с отверстиями. Между нами была только одна камера, в которой сидел один брат. И Мухаммад Сагир брал полотенце, засовывал его в одно из отверстий в решетке и вытаскивал из другого отверстия. В стене напротив того брата, который был рядом с ним. И там было окно. Тоже, конечно, стальное. Оно выходило наружу. Далее стояло много сеток, решеток и защитных заграждений. Но он решил исполнить свой план напротив брата, который сидел рядом с ним в соседней камере. Он схватился за полотенце и тянул его направо и налево. Я сказал ему «брат Мухаммад Сагир». Он мне не отвечал «брат Мухаммад Сагир, брат Мухаммад Сагир, что ты делаешь?» И после долгих уговоров он ответил мне «я хочу сломать эту решетку». Я сказал «хорошо, а что потом?» Он ответил «я выйду, я сбегу». Я спросил «куда убежишь, Мухаммад Сагир?» Там много других заграждений и после них всех минное поле. Он сказал «ничего страшного, я перепрыгну все эти заграждения, у меня с этим нет никаких проблем». И он, конечно, плохо говорил по-арабски. Я сказал «хорошо, а как насчет минного поля?» Он отвечал «это для меня не проблема, буду обходить мины». Я продолжал « ладно, а потом?» «После минного поля будет океан». Он сказал «буду плыть». Я спросил «куда?» Он говорит «на Кубу». Я говорю «а потом?» Он говорит «позвоню своей семье и друзьям, и они отвезут меня из Кубы в Пакистан». «Но я обещаю вам, я никогда вас не забуду. Я выйду и, инша Аллах, приду с мусульманами, чтобы освободить всех вас». Я позвал его «Мухаммад Сагир». Он сказал «да». Я говорю «даже если у тебя все получится, и ты сломаешь эту решетку, ты просто попадешь в соседнюю камеру, где сидит другой брат. Ты не выйдешь наружу. Мухаммад Сагир, ты уничтожишь эту преграду и окажешься рядом с братом, в соседней камере». Он даже не обратил внимания на мои слова и продолжал дальше, а мы только посмеялись над ним. И так каждый день, большую часть своего времени он занимался тем, что тянул полотенце направо и налево. А мы смеялись. Но примерно через две недели мы услышали такбир. По тюремному отсеку разнесся такбир. Аллаху Акбар. Что случилось? Он сказал «все, я открыл камеру». Сломал решетку. Мы посмотрели туда, и такого мы не ожидали увидеть. Клянусь Аллахом, я даже и не думал, что это возможно. Он действительно сломал решетку, железную решетку, полотенцем. Я был поражен. Он действительно сломал железо. Я сел и смотрел на это в изумлении. Естественно, он ничего не сделает, потому что в конечном итоге он сломал всего одно железное звено. Но я посмотрел на Мухаммада и сказал «брат Мухаммад Сагир, ты преподал мне самый великий урок в жизни». Он, конечно, все продолжал читать такбиры. Он, бедняга, не слышал меня. Он пребывал в своем особом мире, но и я был в своем собственном мире. Я сказал «Мухаммад Сагир, ты дал мне самый великий урок в жизни». Слову «невозможно»? Нет места в словаре великих людей. «Мухаммад, ты не Сагир, не маленький. И насколько же ты Кабир большой?» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Канал Голос Истины Работает для того, чтобы вы больше узнавали о своей религии Оставляя комментарии и участвуя в обсуждениях Вы помогаете проекту в распространении и продвижении исламского контента Становясь участниками благого призыва Подписывайтесь на канал, делитесь видеороликами, ставьте лайки и жмите колокольчик Чтобы не пропустить следующие видео И да вознаградит вас Всевышний за помощь в распространении ислама